всем добрый день сегодня я решил выбраться на природу сейчас у меня отпуск просидел два дня дома жуть как надоело но и решил обследовать еще раз наши окрестности наши окрестные леса мы обычно ездим куда-то далеко чтобы погулять на природе но вокруг нашего дома тоже есть много красивых мест ну вот сегодня решил вот выбраться в такое место дома я отъехал всего 15 минут ну короче решил я сегодня по лесу побродить здесь я бывал но уже давно не помню куда мне сейчас идти смотрите вроде лесная парковка смотрите нигде мусора нету все чистенько машин здесь мало сейчас видел двое стариков прошли мимо наверно это их не машины решили прогуляться там спереди здесь не только парковка нас период смотрите есть и столики нужно здесь мясо погрелить довольно много места здесь большой компании можно сюда приехать и отдыхать посмотрите отсюда с парковки какие пейзажи кругом чистенько везде даже в лесу смотрите мусорка стоит и дрова уже заготовленные для шашлыков любой может воспользоваться и вот смотрите спереди скамеечки на на опушке на окраине леса и везде по всему лесу вот такие скамеечки стоят можно не только бродить и можно прийти посидеть полюбоваться такими видами так вот здесь у нас информация есть посмотрю куда мне нужно идти практически везде на любом парк плаце который есть в лесу везде есть вот такие доски с информацией в андерн хёсинген то есть прогулки вокруг хёсингена смотрите сразу ботинки нарисованы специальные которые рекомендуется для прогулок по лесу но мне в таких ботинках гулять некомфортно я люблю на легкие гулять поэтому вот таких шуях я по лесу гуляю лёгеньких так вот здесь мы сейчас находимся вот он показан гриль плац так нам сейчас нужно идти куда-то направо я знаю мы здесь как-то прошлый раз были пещера какая-то была вообще красивые места были короче иду смотрите я только что был на полянке где жарила солнце и температура там была в районе 30 градусов сейчас зашел в лес и вот такая вот здесь прохлада и темно прямо стало потому что солнце сквозь деревья слабо пробивается и смотрите вот иду вот по такой вот тропинке а с левой стороны такой вот крутой спуск а с правой стороны наоборот такой крутой подъем это к тому что в прямом смысле слова здесь у нас на юге германии по лесу гулять можно только по дорожке или по тропинкам таким а чисто по лесу наверное не получится потому что во первых он местами очень густой и вот такие вот крутые склоны и подъемы смотрите там сейчас тоже участок увидел как мысок такой скалистый отвисает там скамеечка стоит попробую туда тоже подойти вот я уже не помню чтоб я здесь ходил хотя бы был я уже в этих местах но в лесу вот если находишься прямо в лесу тишина здесь такая стоит только слышно пение птиц и вот мухи так пролетают такое громкое у них жужжание что ты четко отчетливо слышишь их вот посмотрите вот такой вот вид здесь внизу пропасть пропасть прямо здесь реально отдыхаешь вот пришел на скамеечку сел и любуешься обалденные места классно это короче наш немецкий крым вот нас на юге везде вот такие вот места такой такие холмистый повсеместно принципе все вот такие маленькие города расположены вот в низинах таких классно здесь душой отдыхаешь и дышать так приятно когда позавчера у нас дождь прошел я сейчас по лесу шел даже местами тропинка еще сырая оттуда влага испаряется долго не так как на солнце смотрите значит после дождя в лесу такой вот запах вот не передать словами дышится как-то легко если по лесу гуляешь по лесным маршрутом везде можно увидеть такие вот скамеечки не нужно передохнуть потому что прогулка по нашему лесу это можно сказать хороший спорт потому что нет такого чтобы можно было по равнины гулять здесь все время нужно подниматься спускаться посмотрите какая красота сзади меня смотрите вот там вот с левой стороны это наш город откуда я приехал сверху он смотрится и кажется таким маленьким приятно так посидеть здесь полюбоваться такими видами и на улице сегодня прямо штиль посмотрите на деревьях листья даже еле-еле шелохнуться с погодкой сегодня повезло но если на солнце если сейчас откуда от парковки отходил я в машине смотрел было 30 градусов но здесь в лесу немножко по прохладнее потому что здесь очень так приятно и комфортно сидеть ладно пойду я дальше я уже в этих местах бывал но уже не помню куда идти что я видел что не видел поэтому что я сам увижу то и покажу вот смотрите это деревня хёсинген деревня находится прямо в лесу виды просто обалденные люди живут здесь буквально на природе вот я уже потихоньку начинаю вспоминать эти места где мы раньше гуляли когда на поляну выходишь такой шум стоит от этих сверчков или я не знаю кто этот звук такой издает жучки какие-то и они постоянно такой скрежет от них такой стоит в лес заходишь тишина слышно даже как мухи летают а здесь такой своеобразный шум и они не перестают они видимо обитают только в траве в лес они не залетают так вроде бы мне сейчас нужно идти вот по этой тропинке вниз смотрите люди часто говорят что ну когда показываешь немецкую деревню или городок небольшой многие обращают внимание что над домами нету электропроводов ну и она действительно практически нигде их не увидишь вся электро коммуникация проходит под землей но иногда смотрите вот такие вот линии высоковольтные иногда вот можно здесь увидеть без них не обходятся все равно видимо полностью электро коммуникацию под землю спрятать не удается хотя в деревне вот посмотрите на крыше домов ну нигде вы не увидите только вот на старых домах еще можно увидеть от дома к дому проходят провода но это не везде это большая редкость уже смотрите наверно многие уже заметили что в лесу когда гуляешь вот такие вот таблички встречаются ну что досконально обозначает каждый из них я не знаю но если вот эти маленькие маршруты пешеходные в лесу обозначены такими табличками значит они везде обозначены на картах это официальные пешие маршруты которые можно даже найти на gps трекерах если кто-то планирует например с другого города приехать сюда или неважно сюда в другой город эти маршруты можно все найти в интернете официально смотрите я опять встретил такой приятный уголок где можно по гриле даже посидеть столик есть покушать вот такие вот скамеечки очень удобные кстати можно полежать и полюбоваться на вот эти виды вот смотрите вид отсюда на деревню тоже довольно приятный я уже минут десять здесь стою смотрю красота стоишь так и заслушаешься как птички поют приятно я вот сейчас только вот оттуда вот оттуда от той дорожки пришел и дорожка шла прямо по солнцу и прям меня за короткое время уже испаренное такое окатило потому что реально жарко на улице вот здесь на окраине леса опять зашел и опять такая приятная свежая прохлада вот смотрите тропинка опять в лес идет я вообще держусь направлении вот этот хёсингенлейтер хёсингенлейтер и еще там какой-то какая-то пещера должна быть не знаю найду я ее или не потому что не помню я где мы здесь раньше гуляли но знаю точно места знакомые где-то мы ходили вот парадокс получается мы всегда ездим куда-нибудь далеко от дома прогуляться эти места хорошо помнишь а те места которые возле дома ты вроде здесь бываешь через короткое время уже не помнишь был ты здесь или не был так местами участки напоминают что ты здесь был но указатель показывает что мне идти прямо с другой стороны разницы нету куда мне сейчас идти я сегодня выехал в лес не с определенной целью там что-то найти или где-то побывать а просто подышать свежим воздухом лесным подышать здесь сегодня после дождя очень приятно классно я вообще люблю лес сейчас иду так и подумал я уже довольно так далеко в лес зашел и тропинка очень сильно местами петляет и местами она расходится в разные стороны и сейчас иду и подумала что возвращаться нам придется по этой же дороге не заблужусь ли я хотя здесь на каждом перекрестке в лесу указатели стоят я правда не помню название паркплаца где я припарковался ну надеюсь на обратную дорогу найду обычно со мной жена еще гуляет если кто-то один не запомнит что-то то второй точно запомнит сегодня у меня штурмана нету поэтому будем надеяться что я дорогу назад найду я уже не знаю но я жив километра четыре наверное я прошел уже пешком посмотрим вот эта тропинка вывела опять на окраину и внизу опять вы смотрите какая высота я увидел вот эту ступеньку и опять я вспомнил что я здесь уже проходил когда-то вот смотрите прямо край скалы а вот там вот скамеечка тоже а низу даже не видно вот только макушки деревьев видно там а вот дальше сквозь деревья просматриваются скалы мне кажется я держусь правильного направления а внизу там еще домик какой-то просматривается что-то я слышу даже дождик крапает вроде бы не обещали точно посмотрите вот по той листью я спустился и такое довольно комфортная тропинка перешла в такие вот камни переплетенные с корнями деревьев по такой дорожке довольно некомфортно идти и реально начинается дождик посмотрите дорожка идет еще ниже придется мне наверное внизу переждать пока дождик кончится потому что она и 7 назад возвращаться это далеко я по-любому попаду под дождь и здесь реально внизу стало темно да это место я уже видел значит я правильно иду это место мне знакомо хотя наверно дождик такое быстро закончится потому что вот там дальше на полянке видно что солнце просвечивает надеюсь дождик так мимоходом сейчас пролетит что возвращаться мне еще не хочется я еще только-только разогрелся для прогулки хотя уже километра 45 наверно проскакал вот такой здесь домик сюда можно приехать погрелить хотя вы сами видели на машине подъехать сюда не получится нужно вот по такой дорожке сюда идти если сюда прийти то только на длинное время на целый день гостевой дом кроны хёссинген вот так выглядит место где можно шашлыки жарить мясо грелить сосиски грелись да дождик я смотрю мимо прошел если так присмотреться там уже за за деревьями сверху видно солнце уже просматривается при таком солнце навряд ли дождик будет хотя я сегодня прогноз смотрел не должно было быть дождя поэтому я сюда и двинулся ну да ладно как говорится у природы нет плохой погоды дождик нам не помеха вот такие тут виды ущелье скалиста справа скалы слева скалы и вот так подумал вот здесь вот деревья лежат и видно уже давно лежат чтобы их отсюда убрать дело очень трудоемкое и как видели здесь лес он везде такой пологий и местами иногда в германии проводят вырубку и если на этих склонах вырубать лес то это очень трудоемкий процесс тем более лес здесь еще густой чтобы эти бревна отсюда вытащить нужно потрудиться посмотрите когда сильный идет дождь говорят что здесь вода внизу стоит сейчас сухо но сухо здесь не всегда здесь буквально позавчера был дождь и тропинка местами довольно сырая что здесь ведь сами видите темно в лесу и влага плохо испаряется смотрите какие скалы здесь там я вижу даже какая-то расщелины для пещеркам вновь спереди внизу какие виды вот там внизу я слышу шум воды значит там внизу речка где-то течет надо за скалы подержаться как говорится если ты бываешь где-то в каких-то исторических местах но явно скалам это тысячи и тысячи лет и они обладают какой-то энергией чтобы скалы поделились свои энергии надо просто за них подержаться или возле водоема какого ты бываешь обязательно говорят нужное лицо умыть этой водой ты тоже с этого места берешь в себя энергию о смотрите смотрите что я нашел из дерева вырезана библейская статуя это дева мария наверное и иисус христос иисус христос иногда наверное кусочки вот этой скалы отваливается и падают вниз потому что внизу я вижу куски лежат и они явно упали сверху надеюсь они падают нечасто смотрите внизу какая высота здесь повсеместно так это настоящие скалы какая у дерева корневая система и растет среди вот этих скал ровно тянутся к солнцу посмотрите в одну сторону корни отходят ну я не знаю метров пять наверно точно смотрите очередная скамеечка которой я воспользуюсь немножко посижу отдохну смотрите кто-то прицепил такой кушель сова да сова тут написано по-английски и по-немецки тот кто подергает за веревочку или погладит ее обязательно исполнится желание вот видите кто-то старался это вязал вложил труд и хочет чтобы у людей исполняли желание доброе дело цветы какие-то интересные сзади растут обратил внимание не знаю что это такое кто знает что это такое такие как крупные ягоды вот на пол ладони я уже встречал такие но как называются не знаю так ладно посижу пойдем дальше вот опять мне встретились такие цветы непонятно что это такое решила все-таки посмотреть что это такое так вот эта тропинка вот оттуда я сейчас пришел она меня привела вот в такое вот место сейчас посмотрите здесь тропинки все вон переплетены корнями опять такой выступ здесь внизу скала над скалой такой выступ здесь такие вот виды снова на камеру конечно этого не передать но если так вживую смотришь виды здесь обалденные здесь вот опять же скамеечки нужно сесть посидеть и вот видно прямо скала внизу вообще здесь в лесу у каждого такого места есть свое название это место называется трипсфельдзен если перевести это как дрейфующая скала ну что скала здесь понятно здесь как раз вот это место вот находится находится на скале но почему дрейфующая я не знаю но виды отсюда с нее с этой скалы просто обалденные вот смотрите вот я говорил уже что постоянно здесь тропы ведут то вверх то вниз можно оценить какой здесь уклончик здесь еще одна площадка спереди выступ над скалой здесь можно сесть посидеть ой 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 здесь краю даже опасно и страшно подходить вот буквально вот на вытянутую руку внизу пропасть посмотрите какая высота внизу кипит жизнь и ты конечно классно отсюда неспроста здесь установлены скамеечки потому что маршрут здесь все довольно сложно я уже говорил что здесь прогулка по нашему полюсу это сплошной спорт и когда поднимаешься в гору ну быстро так устаешь ну и быстро отходишь и посидеть на таких скамеечках бывает не лишним полюбоваться такими видами я сейчас иду по смешанной части леса здесь сосны в перемешку растут с лиственницей а есть участки где растут только сосны и они так близко друг другу растут что в лесу очень темно и там если в лес зайдешь даже солнце не просматривается а здесь прямо хорошо тоже темновато в лесу если выйдешь на полянку конечно сразу гораздо светлее поэтому лес у нас разнообразный по такому лесу конечно довольно приятно гулять воздух здесь просто шикарный чистейший так дошел я до еще одной развилки вот смотрите прямо вот в лесу я говорю что довольно сыро бывает местами здесь вот это надо как-то обойти я пойду сейчас наверное наверх оба спереди я вижу на пеньке скворечник стоит и как я помню это не просто скворечник это штемпель скворечник его можно открыть а внутри установлен такой штемпель у меня бумаги с собой нету вот сюда просовываешь лист бумаги и так отмечаешь ну типа отмечаешься что ты это место посетил вот можно на примере листка показать вставляешь сюда лист и вот пожалуйста и такой штемпель на листе бумаги это конечно смотрится лучше обязательно надо закрыть все оставляем в порядке вот такой штемпель не знаю для чего это сделано но оригинально так но я пойду в эту сторону сейчас сорвал листок чтобы продемонстрировать как функционирует штемпель оказалось это крапива теперь пальцы жгут крапива молодая еще жжет сильно смотрите сколько здесь ягод весь склон усыпан ягодами только я не знаю что это за ягоды внизу опять склон лесной красотища нереально это место тоже называется гребельсберг такие животные здесь водятся и они вот сюда могут подходить тоже к дереву подошел внизу пропасть на камеру конечно это смотрится не очень высоко но реально если посмотреть своими глазами то это поверьте очень высоко тропинка дальше ведет сейчас подошел к этому месту и здесь вот реально такой стоит запах шерсти животного видимо они здесь недавно были потому что запах такой отчетливый стоит видимо они вот сюда краю тоже подходят у ю-ю-ю-ю-ю а внизу красотища вот что я сейчас поднялся и вот здесь вот прямо стоит запах такой как бы мне кого-нибудь не встретить если косуля или там такое животное то не страшно вот с кабанами не хотелось бы встречаться с дикими а здесь их очень много вот тоже тут внизу такая расщелина и от скалы слева справа вот такие пеньки я уже не первый раз встречаю в лесу с каким-то смыслом сделано видите внизу из камней выложены фигурки или может какое-то животное захоронили потому что тут написано на деревяшке и бинда я здесь точно я не знаю для чего это сделано но встречаются они уже довольно часто в лесу вот я вышел опять к такой вот смотровой площадке со скамеечкой это уже другая сторона этого берга здесь видно на город и город довольно близко отсюда смотрится вернее это не город это деревня дальше еще одна деревня а дальше уже наш город баллингин смотрите в лесу наткнулся на такое здание с вышкой это вышка ретранслятор сквозь окошко видно что там свет даже горит смотрите мне кажется я нашел эту пещеру или провал здесь я точно бывал раньше и сейчас уже вспомнил вот она с левой стороны и находится она прямо возле края там внизу довольно темно шурохи какие-то там внизу по идее туда мы спускались можно спуститься я сейчас попробую так здесь слишком круто лучше обойти да вот отсюда видно вход в пещеру эту посмотрите что слева тоже пропасть под ногами здесь скалы здесь туда чтобы пройти нужно наклоняться здесь реальная пещера ой 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 вот здесь уже можно встать в полный рост такое прям приличное помещение ой а дальше туда еще что-то идет ну дальше еще что-то идет вот туда я не пойду это видно ну не знаю дорожка вроде как подымается и уходит куда-то влево или вправо короче нашел я эту пещеру теперь я уже это место точно не забуду теперь я знаю куда точно идти так ладно вылазим отсюда здесь даже довольно прохладненько если на улице 30 градусов жары я имею ввиду на солнце то здесь очень прохладно наверное я буду поворачивать потому что до следующего объекта указатель показывает что мне идти где-то еще около трех километров а я уже и так прошел прилично очень прилично до пещеры я дошел нашел ее сейчас посмотрю что там дальше еще будет и можно будет поворачивать потому что назад идти тоже немалое расстояние нужно пройти слышите звуки какие в лесу смотрите себе облегчил дорогу думал сейчас вперед еще пройду метров 50 посмотрю что спереди да буду возвращаться а чтобы возвращаться нужно пройти я не знаю километра 2 на 2 с половиной до этого места а я вышел до опять до этого скворечника где я штемпель показывал получается я свернул по той тропинке и вот так вдоль вдоль края вот так все 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 вот так обошел и это расстояние у меня заняло где-то ну два с половиной три километра наверное а представьте если бы сейчас вернулся мне это расстояние пришлось бы опять пройти удачно я вышел к этому скворечнику ну а тут до парковки уже не так далеко буду возвращаться у ребятки думаю на сегодня хватит прошел я сегодня уже почти десять километров пешком а с учетом нашей местности то спуск то подъем то опять подъем я думаю все километров 15 я так солидно подустал припотел ну это полезно я с этой целью сегодня и вышел на прогулку в лес на примере короткого лесного маршрута показал что у нас лес тоже красивые есть на что посмотреть так что я думаю вы знаете что делать естественно уже слышно гремит надо наверное домой двигать хотя разницы нету я уже стою возле машины так что давайте до встречи это не возможно прошла все ребята будете вот вот вот